привет я думаю что большинство даже не знает что можно делать субтитры на какие-то звуковые допустим дорожки и так далее да вот представьте что у нас есть персонаж как будто бы бот с ним необходимо переговорить здесь есть небольшая коллизия но это так для теста вхождение в которую воспроизводится звук диалога данном случае я подготовил один диалог но просто на разных так скажем разными языками или же голосами данном случае у меня есть здесь привет я думал ты раньше подойдешь ну хорошо такой вот голос привет я думал ты раньше подойдешь такой голос человек говорящий на турецком и женщина говорящий на итальянском то есть вы на это все можете записать какую-то какие-то субтитры что необходимо во первых давайте зайдем сразу project settings выбираем settings и набираем на английском саптит саптиту это как раз таки наши субтитры да если у вас здесь галочки нету нас саптит вас enable ставим галочку и естественно у нас должны появиться субтитры но после перезагрузки движка после того как мы включаем субтитры заходя звуковые файлы да допустим вот как раз таки разговор человека с кем-то да здесь есть просто вот звуковой файл давайте прикроем персонажа вот просто звуковой файл вы можете создать q для этого файла я допустим создал q для всех да ну и просто рандомность какой-то из этих любой он будет воспроизводить когда я буду входить в эту область чтобы создать на этом тексте субтитры вам необходимо в самом звуковом файле найти строчка субтитры вот она где-то в середине находится и здесь первая строчка означает матур это что-то виде мата и так далее как с этим пока еще работать я не разобрался если что возможно появится следующее видео какое-то вторая строчка это у нас перенос строк да то есть мы обязательно ставим галочку если мы просто запустим вот сейчас ничего не будет во первых мы не написали текст который нам необходим и во вторых он выдаст нам полностью текст который мы сейчас напишем много досмотрите субтитры раз как раз таки это наши субтитры до количество ячеечек строк точнее да это те предложения которые происходят в определенной секунды вот если посмотреть на звуковой файл в данном случае я аудио сити использую вот этот звуковой файл привет я думал ты раньше под здесь мы как раз таки видим да вот наша строчка она вот где-то здесь заканчивается начинается вторая строчка далее третья строчка и четвертая строчка вот в данном случае я так скажем разделяю на четыре строчки данном случае три ну и вот 4 как мы должны определять в первой ячейки тут написано текст во второй тайм но естественно да так как у нас звук начинается практически с нуля здесь у нас сначала пишем time 00 и далее мы вводим текст следующая строчка у нас начинается вот где-то в районе получается два с половиной да то есть от двух с половиной мы давайте так и запишем сначала введем первую часть текста которая начинается с нуля далее мы введем часть текста которая у нас мы рассчитали что она начинается с двух с половиной секунд далее следующая часть текста у нас где-то 46 начинается и четвертая часть 7 и 1 допустим так и напишем 467 и 1 ну естественно мы вводим везде текст который нужно чтобы воспроизводился на экране текст мы ввели по данной да по данному звуку и по сути все далее у нас идет коммент но коммент как таковой он нигде не отображается вы ничего и с ним не сможете сделать давайте вот просто посмотрим данном случае это не будет неправильно но все же посмотрим что произойдет когда мы подойдем привет я думал ты раньше подойдешь ну хорошо тогда слушай мне нужно чтобы ты принес пару алмазов а за это я тебе помогу с твоими врагами вот с данном случае у нас проигралась более-менее все нормально но иногда бывает что текст прям скопом прогоняет да то есть вот сейчас возможно так и будет привет я думал ты раньше но нет здесь все отлично а кстати я забыл здесь надо чтобы именно этот звуковой файл сработал потому что так давайте еще разок вот то есть весь текст прям скопом и подряд идет здесь как раз таки если мы галочки не будем ставить вот на этих двух то есть это world wrap и single line тогда текст у нас будет в одной строке и без определения time то есть без определения времени но вот посмотрим мы сейчас создали субтитры на одну и до звуковую дорожку ну и можно посмотреть все то же самое только на другой звуковой дорожки естественно время 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 может отличаться допустим потому что везде языки разные и и временные интервалы тоже разные вот так вот получается и что мы еще можем сделать кроме этого как видите да запуская у нас очень маленький текст да мы можем присмотреться что-то такое сделать но можно также увеличить этот текст с помощью изменения наших получается нашего текста шрифта так вводим снова project settings субтитры да то есть и здесь у нас как раз таки есть с сатайта фонд и здесь мы выбираем какой-нибудь фонд который поддерживает да тот шрифт который поддерживает русский язык допустим если вы пишете субтитры на русском языке это обязательно если допустим вы пишете субтитры на не знаю она там на корейском этот шрифт должен поддерживать корейский текст естественно мы ставим и здесь нам нас требуют перезагрузить иначе он но по сути не будет работать сейчас перезагружаем и запустим снова уже сцену движок перезапустился давайте запустим привет я думал ты раньше подойдешь ну хорошо видите да шрифт у нас изменился он остался таким же маленьким что же мы можем делать вот если зайти в шрифт это как раз таки и фонд фэйс это то что мы закидываем фонс это как раз таки то что у нас создается когда мы кидаем шрифт сюда то есть он у нас запрашивает создать этот фонс или нет если вы скажете что да он сделать его если же нет нажимаете получается берете проходите здесь так это у нас находится юзер интерфейс и фонд когда вы его создали но естественно вы пишете какое-то наименование до заходите внутрь и сюда добавляйте ваш именно сам шрифт который вы закинули ну как бы мы это понимаем да теперь нам необходимо вот он у меня уже готовый да я уже его назначил субтитрах здесь есть такое legacy фонсайз это тот размер шрифта который будет по сути стоять где нам необходимо в данном случае сутит здесь мы можем установить его насколько необходимо я думаю 45 будет достаточно давайте проверим сохраняем и закрываем запускаем наш уровень и писал у саресты и винут у пресс то окей а лура аскольд а то без у него киту портим по юге диаманты и перку истоки ают и року нет и естественно мы видим перевод уже в субтитрах при условии что мы допустим на каком-то языке слушаем текст я думаю это видео должно быть было полезно на этом все всем спасибо пока